Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как обычно, в пятницу мы подводим итог недели, обсуждаем самые значимые события, ну и, конечно, по крайней мере, внимание большинства рижан, тех, кто вообще интересуется политикой, да и тех, кто не интересуется, естественно, прикованные к ситуации в Веческой Думе, на мягко говоря, непростая, об этом в том числе поговорим с вице-мэром Риги, Олегом Буровым, которого, я так понимаю, никакой летний отпуск в этом году не светит. Так я понимаю, да? Увы, да. Добрый вечер. Действительно, какова ситуация в Рижской Думе, потому что разные комментарии, кто-то уже, если почитать, вчера собрался на досрочные выборы, другие говорят, что надо все-таки работать, выполнять обещания, данные перед избирателями. Вот как вы изнутри оцениваете всю эту ситуацию, как один из обыдей города? Когда на прошлой неделе ваша коллега позвонила мне с радиоболтком и спросила, какая ситуация с Брасовским мостом, я ей все рассказал, а потом она говорит, а что у вас в Рижской Думе? Я говорю, то же самое, что с Брасовским мостом. То есть, вот состояние у нас такое, да? Если говорить серьезно, да, это политический кризис, это, мы можем сказать, кризис в экономической ситуации, потому что серьезная ситуация в этом году не только в Риге, но и во всех самоуправлениях. у нас это связано с тем, что, ну, как и во всех других самоуправлениях, мы получили гораздо меньше отчислений от государства. Государство всем это уменьшило. Плюс ситуация с Рига Сатексмы наложила тот отпечаток, что банки приостановили кредитование проектов как Рига Сатексмы, так и других муниципальных предприятий. Это очень видно. То есть, фактически на основании всей этой информации? Да, что буквально я могу сказать, да, у нас есть хорошая программа, о которой я много раз говорил, софинансирование в реновации исторических памятников, фасадов, домов, да? И Рига Сатам Парвалнекс, который обслуживает, как обслуживающая организация эти дома, они предлагают сотрудничество с домовладельцами, с владельцами квартир, и предлагают, что они могут помочь взять кредит. Кредит в одном из банков. У меня были представители банка, сказали, это проверенная история, надежная история, все очень хорошо, понятно. Так вот, сейчас этот банк отказал в таких маленьких кредитах владельцам квартир, потому что довольно большой риск, вот эта вот вся тень, которая уже полгода лежит на Рижской думе, то есть, в принципе, довольно печальный, даже такое же, но у нас хорошее, с хорошими финансовыми результатами, стабильное предприятие, как Рига Суденс, тоже испытывает определенные проблемы в получении кредитов, например, там при тех же европейских деньгах, да, поэтому вот эта вся ситуация такая, какая она есть. Если мы говорим о политической ситуации, да, потому что сегодня, наверное, мы будем говорить, в отличие от других передач, не о хозяйственной ситуации, а о политической, то ни для кого не секрет, что то, что четыре депутата вышли из фракции «Сасканя», теперь настало 28 человек, плюс один человек независимый депутат, то есть, в отличие от этой четверки независимых, он давно независимый, но во многих ключевых голосованиях он голосовал вместе с нами, и того нас 29. 27 человек от оппозиции, и вот эта четверка, которая пока смотрит и присматривается к этой ситуации. Я не хочу анализировать их, не хочу гадать, как они будут голосовать, но ясно, что отношения «Сасканя» со своими бывшими коллегами по партии у них очень непростые, и поэтому надо понимать, сегодня у нас официально меньшинство, поэтому можно, конечно, договариваться, что сейчас пытается делать мэр Дайни Сторлой с оппозиции, и я тоже встречаюсь, мы говорим по многим вопросам, пытаемся прагматично решить, где-то в каких-то голосованиях идти навстречу, но не будем лукавить, это все возможно до каких-то вполне принципиальных пунктов. Если это будут даже не политические вопросы, ну какие-то там... Да, хозяйственные, технические. Да, это могут быть разные вопросы, можно из любого, меня извините, хозяйственного вопроса передать им очень сильный политический оттенок, то мы дойдем до изменения бюджета, который будет в конце октября, начале ноября, мы дойдем до самого главного голосования, это будет бюджет на следующий год, и здесь мы, естественно, встанем. Поэтому, когда я сказал в интервью одной газете, что мы готовы к выборам, потому что лучше идти на внеочередные выборы, чем мучиться так два года еще, то я сказал правду. В то же самое время, естественно, если меня спросить, так что вы считаете, лучше внеочередные выборы или нет, я считаю, что лучше продолжать работу, и многие партии, которые говорят, мы готовы, мы сейчас идем, они блефуют. Могу доказать почему. Во-первых, у партии, которые сейчас находятся в Сайме, ну, мы единственная партия, которая не принцедовала в Сайме, мы абсолютно региональная партия. Мы имеете в честь служителей Риги. Да, я говорю о честь служителей Риги, да. Но те партии, которые сейчас в позиции в правительстве, в оппозиции, как партия Сасканья, как зеленые крестьяне, да, у всех есть определенная усталость, как и моральная, так и человеческих ресурсов, так, вы меня извините, это очень немаловажный момент, и финансовая ситуация, у них есть определенная уже усталость по всем этим факторам после выборов, как Саймовских, так и Европарламента. И сейчас, спустя такой короткий срок, начать опять еще один рывок на выборы в Рижскую Думу, где выбирают, я хочу напомнить, только на два года, потому что в 21 году... Очередные выборы не отменяются, да. Да, 20 выборов, ну, неправильно думают, что сейчас будут не очередные выборы, разберут на 4 года. Нет, изберут реально, вот уже осталось сейчас 2 года, ну, на пару дней меньше, чем 2 года, да. Когда это все пройдет, это будет полтора года. И на полтора года прийти, и придут, если новые депутаты, пока вообще не поймут, где солнце встает, и о чем речь, и если кто-то из них придет, как белый лист, а вся ситуация это очень тяжелая, то они вот своего этого послевыборного такого эмоций вступят уже сразу в предвыборный период, я могу сказать, 100% от этого Рижане не выиграют, и в принципе от этого не выиграют и те партии, которые будут в этом участвовать. Я говорил одному из самых наших таких главных компонентов, оппонентов, господину Кирсису, который всеми себя позиционирует, будучи представителем депутатов, вот 4 депутатов, это от партии Вену, самая маленькая фрагция, да, ну вот сейчас еще и независимые депутаты, да, ну и все они маленькие, но зато у них большие посты, да. Я ему говорю, ну хорошо, Виланис, ты становишься мэром, ты становишься мэром, вот, все в твоих руках, ты приходишь. Ну и понятно, первые полгода ты критикуешь предыдущего мэра Ушакова, ты говоришь, как всегда в своем деле, всех в тюрьму, все проворовали, все плохо, хорошо, и на этой волне ты принимаешь очень плохой бюджет 20-го года, хорошо, все повели, все тебе поверили. Работаем дальше, но выбор это не в 20-м году, а в 21-м, и рижане не поймут себя, когда ты будешь продолжать еще год рассказывать им о том, как было трудно, от тебя будут хотеть результат, хоть какой-то результат, и в 21-м году ты придешь уже с нулевым рейтингом, и тогда снова придут к власти те, кто сейчас. Поэтому мне кажется, вот мне кажется, какое из решений, найти идеального решения, трудно, я не выпишу рецепт, во-первых, во-вторых, ситуация меняется, и появляются какие-то новые оттенки каждый день, да, но мне кажется, что нужно делать, во-первых, какой бы рецепт я прописал всем, в том числе и самому себе, всем надо успокоиться, надо, вот 20-го будет голосование за господина Турлеса, доверие ему, нужно всем успокоиться, нужно отпраздновать лига, нужно, может быть, уйти в отпуска, и взять мораторий на все политические баталии, эмоции на пару недель, и потом начинать думать, как мы работаем дальше, мы готовы предлагать, и Турлес, как мэр предложил, это может быть по многим вопросам, вот такая радужная коалиция, где каждый, и такие случаи есть во многих городах Европы, когда в зависимости от голосов, каждая партия получает в себе, там, два комитета, один комитет, а может быть, заместитель председателя комитета, и мы рассматриваем эти вопросы, мы выкладываем все цифры, все состояние на этот стол, и говорим, что будем делать дальше, можно критиковать, от этого ничего не меняется, цель идти дальше, сделать выводы, идти дальше. Хорошо, вот я сейчас спрошу, не как, не знаю, так сказать, журналист или ведущий, а просто как... Как житель Риги. Как житель Риги, как режим, который, может быть, в нюансах не разбирается, но вот чуть-чуть поясните, как я понимаю, вот если не вдаваться в такие, в политтеохонологические подробности, вот у оппозиции есть два варианта, да, три варианта даже, пойти на сотрудничество с коалицией, получив какие-то посты из сферы ответственности, один вариант, второй вариант, как вы сказали, вести дело к распуску, ну, торпедировать заседание, срывать кворумы, да, и, значит, третий вариант, перехватить власть. Неужели оппозиция, вот эти два варианта, перехват власти и прагматичное сотрудничество полностью отмело? Как вам показалось? Перехватить власть у них сейчас не удастся, тогда они должны полностью тесно сотрудничать с четырьмя депутатами Сасканя, бывшими, да, Сасканя, ну, бывшими, но тогда им нужно понимать, что на самом деле это депутаты Сасканя, это известные фамилии, и вряд ли они готовы так въехать на трон мэра города с помощью Вадима Бараника, который много лет возглавлял общественную организацию 9 мая, которую они критиковали, и все эти процессы, они не приемляют по определению, да, то есть это тоже, я очень сомневаюсь, что они по ряду соображений сделают, на это пойдут, в такую большую официальную коалицию, голосование по отдельным вопросам, да, поэтому у них нет, у них нет таких голосов на сегодняшний момент, ну, тут вариантов нет о захвате власти, поэтому у них есть вариант или все-таки пытаться как-то торпедировать, но тут опять разговор, ну, надо тогда, да, тогда, наверное, надо решиться, и то, что я говорил в самом начале, если мы все понимаем, что вся борьба и все интриги ведет к тому, что в результате рано или поздно мы приходим к очередным выборам, тогда зачем мучиться? Вот еще вопрос такой. Мы не боимся, вот честь служит Риге партия не боится выборов, мы не держимся за эти кресла, нам есть, что сказать рижанам, у нас есть план выхода из этого, мы партия хозяйственная, которая решает конкретные хозяйственные вопросы, в то же самое время, если мы говорим о таких общегосударственных ценностях, естественно, мы за интеграцию общества во всех проявлениях. Мы еще об этом поговорим, раз вы все-таки сказали о неочередных выборах, все-таки внесит и ясность, очень много людей, естественно, переживает, поскольку среди наших радиослушателей наверняка есть те, которые голосовали за общий список согласий и честь служит Риге. Я уверен. Да. Принято ли какое-то решение, потому что от разных высказываний, в том числе господина Турова, пока непонятно, принято решение, что честь служит Риге идет на выборы, если они такие будут, в неочередные отдельно или общим списком, принято решение, не принято решение, когда может принято решение? Нет, поэтому я бы, да, спасибо за вопрос, но я бы на самом деле призывал всех радиослушателей немножко смотреть на эту политическую риторику, кто бы ее не говорил, или говорили политики, которые вам симпатичны, или наоборот. То есть не торопиться с выводом? Или наоборот. Не торопиться с выводом, потому что риторика – это одно дело, да, председатель, не председатель, а господин Урбанович, ну, один из основателей партии «Сасканье», он высказался пару недель тому назад о том, что «Сасканье» будет стартовать отдельно. Он высказался о том, что в этом списке новом случае выборов должны быть все абсолютно новые депутаты, да. Соответственно, и мэр города, который член правления, учредитель нашей партии, тоже высказался, мы тоже идем отдельно. Понимаете? Ну, это такие заявления, так же, как в международных отношениях дипломаты делают одно, второе заявление. Это не значит, что все так и будет. Я хочу сказать одно, что я считаю. Основная часть сегодня наших радиослушателей, скажем, большая часть, значимая часть – это русскоязычная аудитория. Я хочу сказать, до этого вы, Рижане, голосовали едино, координированно, за большинство своих голосов отдавали за выбор самоуправления, за наш блок. За наш блок. Сасканье и Готск-Алпутрига. И зачастую даже не делили, Какая-то часть, да, и голосовало, я могу сказать, особенно выборы в 2013 году, довольно много латышей, я об этом говорил, это видно было то, как в 2013 году по нашему списку избиралась профессор, была избрана депутатом Рижской думы, профессор филологии Латвийского университета Аусма Цимдани. Да, то есть это явно говорило о том, я анализировал выборы на этих участках, она получала гораздо больше количества мест, была одним из лидеров по голосованию в участках в центре города, соответственно, вот, например, я смотрел свою фамилию, я был ниже, да. В 2017 году, это, увы, ситуация изменилась, мы потеряли, ну, я считаю, существенно латышские голоса, и поэтому количество голосов было меньше блока с 38 до 32. Что я хочу сказать, да, поэтому мы идем вместе, мы шли вместе, ну, и на сегодняшний момент у нас нет никаких оснований стартовать отдельно, и вот было бы самое плохое, если мы сейчас, после того, как меняется ситуация, много скандалов, потом икона, вот, нашего блока, икона многих лет, партия Согласия, да, ну, я говорю, и нашего блока, вот мы представлены тоже своей партией, это Нил Ушаков, сейчас он ушел, уйдет в Брюссель, уйдет в Брюссель на 5 лет, не знаю, вернется или не вернется, скорее всего, не вернется, выборок на 21 год, и была бы очень большая ошибка, если бы начали мы дробиться, и как многие латышские партии, о чем говорят много политологов, что их очень много, они не могут никак объединиться, вот сейчас они едины, я вас уверяю, на выборы в 21 год их единства не будет. А их не будет единства, по-моему, на вне осидных выборах, если до этого дойдет. Их не будет, естественно, на этом они разойдутся, и у них, может быть, их отношения между собой абсолютно непримиримые, и некоторые партии должны быть ближе к нам, я говорю, о честь служить Риге, чем те, с кем они сейчас объединились, поэтому было бы абсолютно неправильно, если есть Сасканя, есть мы, эта четверка создаст какую-то партию, там, весна, зима, осень, да, и будет тоже бороться за этот электорат, это будет абсолютно неправильно, но сейчас, будем говорить честно, найти нового лидера, похожего, Ушакову, довольно трудно, мы это видим, среди партии согласия, должно пройти время, поэтому я говорю, мы все должны успокоиться, мы все должны посмотреть, реально, и, наверное, нужно как-то это видеть, может быть, пришло время ни одному партию, ни одному лидеру, не надо, может быть, одному человеку молиться, как царю батюшки, я понимаю, что это в нашем менталитете, у русских, да, но, наверное, пришло время команды, команда прагматичная, я хочу еще сказать то, что я говорил в вашей студии пару месяцев тому назад, я надеюсь, что на выборах, или внеочередных, или выборах 21 года, не придет время команде популистов, потому что выборы самоуправления, это выборы хозяйственников, не надо обещать, что сегодня, как было на выборах СИП, здесь будет город-сад, мы находимся ближе, в отличие от выборов в парламент, ближе к вам, Рижане, и не поверят вам люди, поэтому на самом деле, здесь выборы хозяйственников, есть ли выборы, неважно какие, внеочередные, или снеочередные, в 21 году, будут проходить на волне популизма, а эта волна популизма прошла по Европе, волна такого негатива, популизма, критики, пошла по Европе и захлестнула нас осенью в прошлом году, то мы здесь не участвуем, мы лучше вот этот забег на кресло, на волне популизма пропустим, я не хочу обещать то, что я знаю, мы не сделаем никогда. Приверся надолго, Олег Буров, вице-мэр региона в студии, поговорим и о делах городских тоже, и об этой самой интеграции, очень важном аспекте для такого многонационального города, как Рига, не переключайтесь. МИКС Ньюз. 6 на 12 939, телефон прямого эфира, кстати, вы свои вопросы нашему гостю, а в гостях у нас сегодня вице-мэр региона Олег Буров, можете сдавать и по WhatsApp, в письменной форме, разумеется, 2306191, 2306191, вот такой вопрос, который я часто слышу в комментариях, читаю точнее, в комментариях в социальных сетях, люди говорят, что мы не хотим облезать в ваши вскоки политические, 28 голосов, 29, но вообще вы там работаете в Думе? Вот вопрос хотел задать, действительно, продолжает ли Дума работать, и что там с теми обещаниями, которые Рижанам даны, теми проектами, потому что, может быть, те, кто не внутри, им действительно начинает казаться, что сейчас идут какие-то просто политические игры, и уже никто больше не работает? Естественно, работа происходит, другое дело, что тяжело морально, да, я почувствовал, я много лет работаю на разных должностях в Думе, я почувствовал, что у меня то время, когда я еду на работу без удовольствия, потому что все время какие-то, да, чисто психологически, вот именно вот все эти интриги, все эти разговоры, ты не понимаешь, что будет дальше, поэтому работать, работать, конечно, работать, конечно, трудно, но работа продолжается, естественно, это влияет на исполнительную власть, потому что они думают, кто там белые, красные, кто придут, да, ну вот, и поэтому, естественно, естественно, это все, естественно, это все влияет, естественно, это влияет на долгосрочное планирование, да, ну, я вам скажу, да, я ухожу из дома сразу же после 7 утра возвращаюсь, где-то один раз в неделю рано, порядка 9 часов, в 8, а так прихожу где-то в 11, вот сегодня я, когда все закончу, буду дома, будет где-то половина 11, поэтому, естественно, я продолжаю, нет, конечно, нет, я, естественно, продолжаю и говорю и по телефону, естественно, на рабочие вопросы, куда-то езжу, что-то смотрю, и выходные дни, да, это так и есть, но, ну, а что делать, нет другой ситуации, да, сейчас вот один из важных вопросов, это Брасовский мост, где надо срочно принимать решение, что делать дальше, одновременно, надо срочно решать эту ситуацию с Министерством финансов, потому что услышав, что мы хотим, не хотим его там подремонтировать за 10 миллионов, а хотим делать нормальный проект этого моста и спроектировать, построить новый мост, а не чтобы сделать его за 10 миллионов и через 10 лет говорить, извините, нам еще нужно 10 миллионов, причем новый мост не будет стоить там в несколько раз дороже, то я, например, узнаю, что Министерство финансов отказывается это финансировать, ну тогда позвольте, мы вернемся в 50-е годы до постройки этого моста, будем переезжать через железную дорогу, как мы переезжаем на Саркандаугове, но я хочу посмотреть, какое будет решение, как там трамвай будет переезжать через железнодорожные пути, да, то есть, довольно все тяжело, да, сейчас такой же проект, как Межапарк, на самом деле, абсолютно государственное значение, эстраду в Межапарке, но которая финансируется за деньги города, сейчас мне говорят, извините, но город не будет давать на него кредит Азни Момс, взаймы деньги Рижской Думы, мы не просим даже государственные деньги, мы просим дать взаймы под самый этот минимальный, фактически, под 0 процентов на 30 лет, да, и для праздника, для эстрады, праздника песни, будет 150 лет праздника песни в 23-м году, чтобы мы закончили все, дайте нам сейчас эти деньги, нам говорят, нет, денег нет, вот я сейчас буду пытаться на следующей неделе встретиться с министром финансов, мы же здесь не говорим о политике, так называемые политические дивиденды и хватит всем, но такая ситуация, поэтому очень-очень непросто. Да. Прим, звонок, звонков очень много, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Голотой вы человек, господин Гуров, отдохнуть вам надо. Понятно, да, вот еще раз добрый день, слушаем вас. Добрый день, Виктор. Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас большой помпой идут разговоры и реально уже вроде работа по Юрмальской трассе, и идет по всей трассе, которая начинается от Спицы до Лилупа, или только половиночку, которую они собираются сделать, и сам вопрос следующий, остальное все повесят на Рижскую думу, или будет делать та же структура, финансирование будет идти от республики. Спасибо, но я так понимаю, это государственная трасса, да, к Рижской думе не имеющей отношения. А вот это очень хороший вопрос. Я вам объясню, в чем дело, да, мне тоже задавали вопрос, у меня не так давно брало интервью Элита Вайдемана, Нед Каррига, она живет в Юрмале, она говорит, о чем вы думаете, Рижская дума, что у вас за государственное мышление, почему вот сейчас государство делает дорогу до границы города, начиная с Юрмала, а вы не собираетесь делать. А вопрос нужно задать другим, а там очень богатый, вот Пинке, очень богатый вот этот весь богатый, да, потому что там очень много живет народа, который все платит налоги. Это очень, как все вот эти Пи-Рига, Спаш Валдейбес, они очень богатые, и они могут сами эту дорогу делать, но им финансирует государство. И доехали мы до знака Рига, и тут нам государство говорит, все, привет, пока, а дальше ваши ямы, вы за них отвечаете. Тогда вот у меня вопрос, у кого есть государственное мышление? У города Риги, который сейчас, который сделал несколько лет тому назад, отремонтировал Латвийский национальный художественный музей, и мы не делили это наш объект. И, кстати, я знаю, что многие полицейские участки приведены в порядок. И мы делали это за счет тех денег, которые мы не вложили в наши городские школы, в детские сады. То же самое, тот же национальный театр. Мы поставили задачу, заменим кресло, сделаем фасад, потому что в ноябре сто лет страны, нам это нужно делать. Сейчас объявлен конкурс эскизов на пристройку к национальному театру, чтобы можно было делать пристройку. Скверу дайвлос театр, который очень плохо выглядит. Мы туда вкладываем деньги. Это рядом с художественным театром. Совершенно верно, то, что вы сказали об полицейской участке. Мы вкладываем каждый раз... Хотя это госполиция. Не говоря уже о том, что мы вложим все вместе, 100 миллионов в межапарк, это наше общее решение. Да, Министерство культуры нам благодарно, спасибо, но нам не вложили ни один цент на эти работы государства. Но не вкладывайте свои деньги. Так помогите и с европейскими деньгами. Нет, этого тоже нет. Так у кого государственное мышление? У нас, у Рижской думы, вот у этого плохого Нила Ушакова, которого считают предателем всего народа, да? Или, вот как сегодня сказали около памятника свободы, да? Это стыд, что он стал депутатом Европарламента. А по какому праву вообще говорить? И его избрали не по лотереи, он туда попал. Его избрали те же граждане Латвии. Кому тут стыд? Да. Ну так хорошо, если вы считаете, так плохо. Но он избран, избрано два человека, Ушаков и Америкс, и их избрали не за что-то, не за красивые глаза. Их избрали за десятилетнюю их работу в этом городе. Понимая при всем то, что есть ошибки, да? Поэтому вот говоря об этой трассе, это очень характерный пример. Не знаю, что будет дальше. На сегодняшний момент у нас никаких планов нет. Пойдет ли дальше государство? У нас информации нет. Я думаю, что не пойдет. Подождем, немножко увидим. По поводу пожелания, что надо отдохнуть, большое спасибо. Я принимаю в прямом смысле этого слова. Сегодня пятница. За субботу, воскресенье отдохну. И первая встреча у меня в понедельник уже полвосьмого утра. Спасибо большое. Да. Вот вы упомянули интеграцию. Сейчас вот, хотя выбор в Европавлане закончился, но вот такая политическая трескотня продолжается. Две инициативы. Во-первых, оппозиционная фракция ТБ Весу в Латвии, в Европавлане, в Латвийской Думе, внесла предложение, что перевести все детские сады только на латышский язык обучения. И вторая инициатива уже через семь идет. Это вот собраны подписи, как мы знаем, за снос памятника освободителям. Это все относится к Риге. Вот как бы вы эти две инициативы прокомментировали? Ну, наверное, по поводу... Мне трудно их оценить, какая более варварская инициатива, да? Ну, что я хочу сказать? Ну, наверное, начнем со второй, по поводу памятника. Ну, это самая настоящая провокация. Если мы говорим о интеграции общества, конечно, говоря об интеграции, это бесполезно ждать от радикальных сил, любой направленности. И это подтверждение тому. Естественно, этот памятник сносить нельзя. Да, это наша память, да, к нему... Есть категория рижан, которые его не принимают. Есть категория рижан, которые его принимают. Можно судить об архитектуре. И об этом были дискуссии еще в советское время. Насколько это удачная архитектура. Архитектура – это дело очень такое субъективное. Но что я хочу сказать? Я несколько лет, пару лет тому назад был в Вене. И вот гуляя вечером, я подошел к памятнику, который находится в идеальном состоянии, который вычищен, вымот. Памятник освободителям Вены. Памятник, ну, я не могу сейчас точно сказать, ну, советскому солдату, русскому солдату. Там были выгравированы слова Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Там были выгравированы слова, там выгравирована фамилия. Да, не идет речь ни о сталинизме, ни о чем, речь идет об уважении, он в хорошем состоянии. Я знаю, 9-го числа туда приходят, тихо, спокойно возлагают цветы. Вот это находится в городе Вене, самом благополучном уже много лет, самом комфортном для проживания в городе в мире. Мы видим в маленьких городах, во Франции, я сам видел улицы Сталинград, и никто не говорит, там не сталинисты живут. Мы видим бульвар Сталинград в Париже, недалеко от центра Помпидо, это центр города. Поэтому, естественно, тут вообще не может быть дискуссии. Это провокация и точка. Если мы говорим о обучении в детских садах, ясно, что обучение в детских садах, я говорю сейчас, ну, скажем так, если это выражение «маза комтаут», ибо говорим просто в русских садах. В русских садах, где приходят дети с русским языком, родным русским языком, естественно, детям с маленького возраста надо учить английский. И это делают очень успешно. Надо учить латышский. Но это надо делать, на самом деле их обучать. Очень хорошие садики с билингвальным обучением. Но прийти и говорить, говорим только по-латышски, тут надо смотреть, дети разные, у многих могут быть травмы. Не у всех есть смешанные семьи, не у всех родители хорошо говорят. Потом я знаю по своему ребенку. Я пытался говорить и со своей дочкой, и со своим сыном на латышском языке. От меня это они не приемлят. Они все равно со мной переходят на русский. Это где-то отдельно, за границей можно с ними поговорить. Особенно если где-нибудь в Турции в отеле, где много очень русских, вот тогда там можно что-то поговорить. Но так, в принципе, это все очень непросто. Поэтому потом, о чем мы говорили уже, мы говорим много лет. Можно принять, если у тебя большинство голосов, любое решение. Уважаемые радиослушатели, подумаем, а кто будет работать? При каких зарплатах? У нас сейчас минимальные зарплаты в детских садах, воспитателях. У нас абсолютно низкие зарплаты в школах. Абсолютный недостаток педагогического состава. Работника в детском садике. Что же мы хотим? Какая текучесть кадров даже сейчас в частных детских садах, где в группе гораздо меньше детей, где зарплаты выше. Постоянно меняются кадры. О чем мы сейчас говорим? Какой мы получим состав? Можно получить нянечек, воспитателей, воспитатели с родным латышским языком. Но кроме того, что ты знаешь язык, нужно еще уметь работать с детьми. И в этом большая проблема. Поэтому я считаю, это курсы, это билингвальное обучение. Сказали одно слово. Второе слово. Да, их нужно готовить, но ни в коем случае не идет речь о таком сразу же резком переходе. Примем звонок 612-939. Телефон прямого эфира. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Да, пожалуйста. У меня будет первый вопрос, а вторая реплика. Значит, господин Буро, вот смотрите, вот семья, да, плохо в семье, нет денег. Что идут наши люди? Идут банк. Ну почему Рижская дума не может прийти настолько коммерчески в банк, вы извините? Ну возьмите вы кредит какой-то там на 3-4 года, чтобы этот мост новый построить в Брасовске. Это раз. И вторая реплика такая будет у меня. Вот снесут памятник. Гипотетически, допустим. Да все равно мы будем ходить. Мы соберемся полмиллиона, придем и все равно будем ходить. Не снесут они нас. Все, спасибо. Спасибо большое, да. Да, ну тут вы правы абсолютно. Можно снести памятник, нельзя снести душу людей. Память нельзя снести. И вот я просто 2 минуты скажу, а что для меня такое 9 мая. Знаете, где-то 40 лет тому назад, в 80-м году, в мае, перед Олимпиадой Московской, я был в Москве. И вот я пришел, ну, в такое знаковое, культовое место. Это около Большого театра. Поскольку это было 40 лет тому назад, 39, то были живые, было гораздо больше ветеранов. Ветеранов, которые были не детьми во время войны, а тех, которые воевали. Это были генералы. Я никогда не видел такое скопление орденов, медалей. Люди были счастливы. Звучала песня. Вот праздник со слезами на глазах. Это был настоящий праздник. Вот я все это посмотрел и двинулся потом вдоль Большого театра дальше и увидел женщину. Я ее запомнил на всю жизнь. Вот она мне, как сейчас стоит перед глазами, стояла женщина в годах, ну, наверное, где-то за 70 лет, седая в таком синем плащике, баллонье. И у нее булавкой была приколота записка. В клеточку такая, с тетрадки вырванной, рукой было написано два слова. Ищу сына. И вот, знаете, вот это соответствие вот праздника радости, искренней радости и вот этой одинокой женщины, которая стояла вот немножко в стороне, вдали от этого, и вот она просто стояла и ждала. Вот 45-й год, 80-й год, прошли годы, она до сих пор стоит и ждет своего сына. Вот. Ну, я честно говорю, сейчас у меня, кому в горле, понимаете, вот это и есть, вот это, вот в этом и есть этот праздник, да. Мне не нравится, когда очень много предают и политизируют такие вещи. Это та вещь, которая у нас должна быть глубоко в душе, и так же, как сегодня День памяти сегодня был, где вспоминают 14 июня 41-го года, когда было много депортированной, и говорили, что депортированной в основном латыши. Вы знаете, рядом с тобой стояла и жена Алдермана, моя коллега по партии, писатель комитета по культуре, и она говорит, ну да, но если посмотреть, сколько в Латвии жило латышей, сколько в Латвии жило евреев, так вот, в процентном отношении евреев было депортировано больше. То есть, нельзя говорить, нельзя говорить, это трагедия латышей, это трагедия была всех жителей Латвии, и вот это трагедия всего мира, которая произошла война. Это не должно повториться, и мы должны всегда об этом напоминать. Брасовский мост и все коммерческие. Я могу сказать, государственная касса дает кредит фактически под 0%, естественно, лучше брать деньги там, естественно, можно обливать конкурсы, проблема в другом. Любой кредит увеличивает долгосрочные обязательства самоуправления в данном Рижской думе, потому что нам этот кредит нужно отдавать, вот как мы отдавали в течение многих лет и продолжаем отдавать за Южный мост, вот сейчас появился новый такой долгосрочный кредит на 30 лет, это Межапарк, там еще остальные очереди Южного моста и прочее, прочее. Я не помню, дрейли, они, по-моему, уже выплачены или остались какие-то там небольшие суммы, этот проект был в начале века, да, во времена Думы Бойерса. Поэтому речь идет о том, что мы не можем брать и набирать эти кредиты. Есть какая-то линия, вот красная линия тоже, мы там, и государство не дает больше. У государства те же отношения перед Брюсселем, и все это связано и завязано естественно на всю эту политику. Поэтому, вот, например, говоря о трамваях в Рига-Сатексме, мы сейчас решаем вопрос, что ряд трамваев может финансировать Шкода. Вот, например, Шкода, которая нам поставит, должна поставить до конца года 44 новых троллейбуса, они, банк, чешский банк, это большой очень концерн, куда входит Шкода, вот Шкода Транспортейшн, Шкода Вагонка, у них есть и банки. Вот они это финансируют. Покупка трамваев тоже была запланирована вначале с шведскими банками, но потом мы перешли на этот северно-европейский банк развития, где процентная ставка была минимальная. если сейчас они откажутся, вот после всего того, что произошло в Рига-Сатексме, мы обратно перейтем на Чехов, но процентная ставка будет немножко повыше, поэтому не проблема получить деньги, проблема в долгосрочных обязательствах, и все это смотрится, в данном случае это ликвидность предприятия, как в Рига-Сатексме, или те требования, которые выдвигает самоуправление Брюзель-государство. – Да. Может быть, такой последний вопрос в оставшуюся минуту. Я понимаю, что очень сейчас сложно делать какие-то прогнозы, но вы интуитивно, с учетом вашего большого опыта, чувствуете, что Рижская Дума доработает вот эти два года, и по крайней мере те обещания, которые были даны Рижанам, а это ведь самое главное мерило работы политиков, будут выполнены. – Знаете, Олег, мне по жизни не нравится воздерживаться всегда или голосую или за, или против, меня еще мама учила воздерживать, а значит не выражать свою позицию. Да, нет, не знаю, как пишется в каких-то анкетах, я всегда отвечаю да или нет. А здесь я, наверное, скажу, не знаю. Я не могу сейчас предвидеть, как будут развиваться события, потому что мне непонятно, потому что это все настолько политизировано, и вот когда я говорил, мне не нравится политика, потому что это все далеко от того, для чего вы Рижан этих людей избирали, неважно, какая это партия, и очень далеко от реальной жизни, и от того, что мы обещали, и от того, что вы ждете от нас. Это называется борьба против кого-то, борьба за власть, в то же самое время боязнь отдать эту власть, боязнь взять эту власть, поэтому пока непонятно, мы продолжаем работать, мы будем работать, в то же самое время, если создаться такая ситуация, мы не будем баррикадироваться, вот как в этом фильме «Слуга народу», где там Зеленский приходит, а предыдущий президент отстреливается и не хочет освобождать кабинет. Это символический фильм, да, в свете того. Это символический фильм, но с большими результатами, да, что я хочу сказать. «Слуга народу» я не сторонник того, чтобы за это кресло держаться в конце концов. Председатель моей партии Андрис Америкс, он оставил свое кресло вице-мэра, он прошел через вашу еще раз проверку, не его цель была и мечта стать депутатом Европарламента, он хотел проверить, как вы, рижане, к нему относитесь, и он выдержал эту проверку, вы его избрали при всех скандалах, при всем отношении к Рига Сатексму, при том, что уже никто не верил, что будут у Сасканя два мандата, он этот мандат получил, и большое спасибо и от его имени, он мой друг, на самом деле, за то, что его избрали, вот он эту проверку прошел. Мы тоже готовы пройти эту проверку. Я знаю, что нужно рижанам, я знаю, что сказать, и я знаю, как это сделать, и я знаю, что мои коллеги тоже к этому готовы. Спасибо. Олег Бофф у нас был в студии, вице-мэра Риги, честь служит Риги, большое спасибо.